Это вот поджигает труб Которая горит с температурой плазмы Они делают сейчас прожог в корпусе реактора Для того, чтобы подать туда азот Азот будет подан по трубам, которые предназначены для охлаждения реактора Я так думаю, что они находятся под реактором И там находиться они могут не более нескольких минут В связи с тем, что там достаточно высокие поля радиационные Ну, порядка 100-200 рентген Но работают они спокойно Поскольку опустились ребята для того, чтобы сделать этот прожог Это ютемовцы Ну, вот я, судя по тому, как они в снаряжении находятся Вот этот огнезащитный костюм Откуда вы? Из Москвы А, москвичи Какая задача? Что вы сейчас делаете? Ну, нам задача поставлена Вылезть окно Метр на метр А трот, конечно, сжатый Метр на метр Размер дан такой, что мы должны... Должен туда попасть человек Для установки приборов Для проверки температуры воздуха В бассейне барбадёра Значит, это единственная возможность Завести туда прибор Для того, чтобы проверить состояние, где мы находимся сейчас Мы находимся, мы прожгём это отверстие Ну, тогда это два разных прожога Это бассейн барбатёр А то прожог под корпусом реактора Это нормальное, значит, как проверяли Мы уже прожгли насквозь отверстие Сделали туда и поставили прибор Там, значит, нормальная обстановка Значит, это не первое отверстие Одно мы прожгли, туда завели трубопроводы Для подачи бетона под реактор И азота-жидского для охлаждения Здесь работают представители Московского управления Центр энергомеханизации Центр энергомеханизации И местные укрэнергомеханизации Вот эта вода, которая сейчас ведёт сварку Можно попросить его на минутку подойти и представиться? Бассейн барбатёр Это бассейн водяного охлаждения Он для сборки воды Под реакторное помещение И если туда попадёт раскалённый металл То не минуем взрыв Паровой В основном-то За этот бассейн барбатёр Очень переживали Что туда попадёт расплавленная масса Из реактора Путём прожига этого реактора А при попадании внутрь этого бассейна барбатёра Возможно, был паровой взрыв Если можно, на минутку маски примите Маски Представьтесь, пожалуйста, имя, фамилия, откуда вы Соколой Геннадий Николаевич Города Украинка А вы давно уже здесь работаете? С 23-го числа Как вы считаете, работа идёт нормально? Пока нормально Управление какое? Букер энергомеханизации Украинский участок Ясно Пока идёт всё нормально? Пока всё нормально Вы с домашними связь имеете? Нет, пока Почему? Недавно приехал, скоро домой У вас смены короткие? По 4 часа И потом отдых? Да Ясно, спасибо большое Удачи вам Спасибо Ну, 4 часа — это 50 рентген в час То есть 20 БР Вы близко к реактору находите? 4 часа — это 5 рентген в час И больше Мы заходим за эту стену Там мы будем находиться под реактором Сколько метров от реактора остается? Ну, он начинается непосредственно за стенкой, но до центра, наверное, метров 10 Будьте добры, представьтесь, мы с вами разговариваем не по сосуде Заместитель управляющего треста энергомеханизации Валалеев Александр Павлович А ваш коллега? Начальник управления Уфина Рагментария Шевченко Вы здесь находитесь, потому что съемка и не счастливы? Не-е-е Мы отсюда не выходим 13 числа 13 числа 13 числа У нас нужно бояться Мы же проверяем приборы на периодический уровень радиации Здесь нормально Абсолютно Абсолютно не страшно Горидаш Александр Павлович Здесь у вас проверяют постоянно дозиметристы У нас прибор есть такой Мы сами смотрим И приходят дозиметристы Каждые два часа проверяют обстановку здесь Обстановка реально нормально Нормально Спасибо большое Ну я думаю, что мы за двое суток прожгем Так, надеемся во всяком случае И пока не пробьете, не уйдете? Ну хорошо Вот здесь Ну а как же уходить? Конечно Пока не сделаем, будем работать Как сколько у вас на работе рентген получается? Ну где-то по 6 у нас в день мы зарабатываем Это вот золотой коридор В нем старались мы бегать Да Бегом до тех пор, пока окна не завесили свинцом В этом коридоре была мощность дозы Местами доходила до 5 рентген в час А местами вот здесь Особенно когда проходил между А вот, вот, вот участок В этом месте как раз Падала мощность дозы И здесь Уже можно было Бежать менее интенсивно Значит, здесь Мощность дозы Где-то была В районе 1 рентгена в час А вот это Артамонов Борис Николаевич Мы с ним работали вместе После аварии Он работал На спецпредприятии Комплекс Начальником планово-экономического отдела Сейчас он жив, здоров Вот такой же худой Позировать надо, интервью давать никому не надо Работали, доработали А сейчас труднее? Ну, сейчас перед камерой труднее, конечно Ну, неужели труднее, чем там? Конечно, труднее Волнуюсь Я там не волновался, а здесь волнуюсь Ну, все-таки что вы расскажете Вот о той первой дырке? Ну, что Ну, у нас было первых четыре человека Значит, все ребята с малой механизации С нашего участка Ребята хорошие Значит, в общем-то Самое трудное было забросить оборудование туда Потому что мы никогда с радиацией не сталкивались Поэтому неизвестность вот эта Страшно было? Ну, не страшно было В общем-то шли, а потом обвыкли и стали вот Нормально работать Ну, позвали, привели Там замминистра сидел Сказали, ребята, надо прожечь дыру Ну, значит, мы быстренько нашли Я поехал сюда С Моголой Игорем Сергеевичем Проверили, где эту дыру Нашли место Остается только одно сказать Как молоды мы были И все соглашались? Все без разговоров Нет, ну, как все соглашались? Некоторые отказались Почему? Кого, значит, первые, все первые Работали нормально А вот Да, самые первые А один вот товарищ Я, правда, с ним не разговаривал Который занимался непосредственно этой работой Почему-то сбежал куда-то Не нашли Ну, трудно, конечно Понять можно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok